МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Лекция-экскурсия школьников из разных регионов, с Мордовией, знакомил лично Артем Сдунов. Вкус Нового года. Дети и подростки Мордовии продолжают получать сладкие подарки от главы республики. Впереди морозы. Синоптики поделились прогнозом на конец второй декады декабря. От семечка до дерева в Краснослободском районе выращивают саженцы для восстановления поредевших лесов. 15 декабря глава Мордовии Артем Сдунов в режиме видеоконференц-связи провел заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания были эпидемиологическая ситуация, ход борьбы с коронавирусом и профилактическая работа, а также вакцинация населения. Особое внимание на оперштабе уделили вопросам режима работы организации общественного питания в предновогодние и праздничные дни. Артем Сдунов подчеркнул, что решение должно быть принято с учетом мнения эпидемиологов, врачей и бизнес-сообщества, причем предприниматели должны понимать меру своей ответственности за соблюдение противоэпидемических мер во всех заведениях общепита. Те организации, которые не соблюдают запрет на работу после 23 часов, фактически подводят всю отрасль. Речь шла о необходимости создания оперативных групп из членов Ассоциации рестораторов для мониторинга соблюдения антиковидных мер в кафе, ресторанах и ночных клубах, особенно после 23.00. Артем Сдунов дал поручение председателю правительства Владимиру Сидорову досконально разобраться в ситуации. Окончательное решение по режиму работы общепита в новогодние дни будет принято до конца недели. Руководитель региона отметил, что за последние две недели наблюдается небольшая стабилизация ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и на территории республики. Последние две недели мы наблюдаем некоторую стабилизацию ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Говорю это осторожно, опираясь на статистику. Число заражений в сутки у нас снизилось до 130. В ковидных госпиталях на лечении находится около тысячи человек. Но в шести муниципалитетах недельная заболеваемость на 100 тысяч, она все-таки превышает среднее республиканскую. Как доложила вице-премьер Галина Латванова, за месяц вдвое снизилось число внебольничных пневмоний. Свободный коечный фонд составляет 26%. Однако было подчеркнуто, что пока это снижение не является устойчивым. Мы на этой неделе значительно превысили выписку над госпитализацией. Но на 15 декабря 10 лечебных учреждений, где развернут 1320 поев. Специалисты отмечают снижение заболеваемости, пока не носят устойчивого характера, и надо на это обратить особое внимание. Как проинформировала членов оперативного штаба главный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова, в республике начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вакцинация в Мордовии продолжается, однако за последнюю неделю ее темпы снизились. Глава республики подчеркнул, что это недопустимо. Приближаются новогодние праздники, которые будут проходить в условиях высокого риска очередной волны заболеваемости. В этой связи поставлена задача усилить контроль за соблюдением санитарных требований, в том числе в детских садах и школах. Новогодние мероприятия там проводить разрешено, но только с учетом всех действующих ограничений. В то же время необходимо создать все условия для проведения досуга жителей и гостей республики на свежем воздухе. Речь идет о работе катков, прокате лыжного инвентаря и так далее. Ольга Данилова, Народные новости. Мордовия снова принимает гостей. 15 декабря при поддержке руководителя региона в республике стартовал совместный проект российского общества «Знания» и команда участников, финалистов и победителей кадрового проекта «Моя Мордовия». Запущены съемки просветительских лекций и экскурсий. Первые из них для школьников из нескольких регионов России уже состоялись. Артем Сдунов познакомил ребят с набережной реки Саранки. Побывал с ними в Краевеческом музее и даже прокатился с ними на современном поезде до города железнодорожников. Юлия Мамаева и Сергей Кувакин расскажут, как это было. Полное погружение в прошлое и настоящие республики. Знакомство с Мордовией делегация российского общества «Знания» начала с посещения Краевеческого музея имени Воронина. Подробную экскурсию для школьников из самых разных регионов страны провел Артем Сдунов. Соблюдение всех мер профилактики в приоритете в центре внимания каждый зал и каждый экспонат. Руководитель региона вместе с сотрудниками музея постарался познакомить ребят с самыми важными этапами истории республики, рассказать о выдающихся уроженцах Мордовской земли. Республике есть чем и кем гордиться. Поговорили и о совершенно особенном времени – Великой Отечественной войне. Такой формат встречи не случайен. С этой лекции стартовал совместный просветительский проект российского общества «Знания» и команды участников, финалистов и победителей кадрового конкурса «Майя Мордовия». Это будет целый цикл встреч, который в конечном счете превратится в настоящую кинолетопись. Когда руководитель региона участвует в такой просветительской деятельности и в таком вот формате, у детей еще больше срождается интереса что-то изучить, что-то узнать. Тем более, что формат лекции – неформальный формат, а очень простой и легкий, где дети могут задать вопросы. И по итогам у нас будет снят просветительский фильм о республике Мордовия, который расскажет нам не только о культурном, историческом или производственном наследии, но и также расскажет про душу нашего человека, какие мы гостеприимные. Лекция в музее уже тоже попала под прицел объективов. И не только она. После посещения музейно-архивного комплекса делегация отправилась на железнодорожный вокзал. Следующая точка маршрута – Розаевка. Туда ребята домчались на современном поезде, занятые интересной беседой. В городе железнодорожников гостей встречали необычно. На перроне ждали жители Розаевки XIX века. А если быть точнее, артисты Центра культуры имени Ухтомского в их образах. Такая встреча помогла еще больше погрузиться в прошлое и узнать немало интересного из истории города Стальных магистралей. Новый формат, просто потому что обычные экскурсии, они скучные, а здесь ты едешь, тебе рассказывают, ходишь, тебе рассказывают. Причем такие высокопоставленные люди и заставляют задуматься о том, что нужно изучать историю из своего и близлежащих регионов. В Мордовию еще приедете? Конечно, обязательно. Хочется увидеть еще больше. В Крыльевический музей точно, чтобы все обойти. Кроме того, делегация Общества знаний отправится в старейший город республики Темников. Активисты-школьники побывают в Мордовском заповеднике и Санаксарском монастыре. Так что совершенно точно положительных впечатлений у них будет еще больше. Юлия Мамаева, Сергей Кувакин. Народные новости. У станции «Рузаевка» теперь есть свой новый культурно-исторический центр. Его в рамках рабочего визита в Рузаевский район осмотрел руководитель региона. Кроме того, Артем Сдунов провел совещание по вопросам взаимодействия региона и РЖД. Не только помогают жителям республики и страны путешествовать, но еще и чтят и стараются сохранять память. У станции «Рузаевка» открылся свой новый культурно-исторический центр. Несколько уникальных залов, в них все моменты становления Рузаевки как одного из крупнейших железнодорожных узлов, где 125 лет назад прошел первый поезд. С историческими документами, фотографиями и личными вещами познакомился глава Мордовии. Артем Сдунов поблагодарил организаторов центра за создание экспозиции, а также поручил рассмотреть вопрос о включении музея в один из туристических маршрутов. Также в рамках рабочего визита руководитель республики провел совещание по вопросам взаимодействия региона и РЖД. Речь шла о планировании транспортной логистики для действующих и новых туристических маршрутов на территории Мордовии. Особое внимание уделили повышению качества транспортного обслуживания. В планах на 2022 год обновления подвижного состава поездов, курсирующих через станции региона, принято решение о проведении технической и инфраструктурной модернизации грузового двора станции «Саранск». Также были озвучены предложения по повышению эффективности пассажирских пригородных перевозок. Предложено связать Пензенскую область и Республику Мордовия путем продления маршрута Пенза-Булычева до станции «Рузаевка» и «Саранск», продлить маршрут «Рузаевка-Зубово-Поляна» до станции «Теплый стан», установить ежедневную периодичность курсирования электропоездов «Рузаевка-Зубово-Поляна», «Саранск», «Саранск-Зубово-Поляна». Еще одно предложение – заключить соглашение о сотрудничестве между РЖД и правительством Республики Мордовия по развитию вокзального комплекса «Рузаевка» и соглашение по взаимодействию в сфере туризма. Сладости для радости, точнее, для предпраздничного новогоднего настроения. Оно приходит гораздо быстрее, если ожидания скрашивают традиционный подарок от главы Мордовии. Пакеты с конфетами и печеньем продолжают получать семьи по всей республике. Подробности в материале моих коллег. Дорогие ребята, я вас сегодня пришла поздравить с новым наступающим годом и хочу вручить подарки от главы Республики Мордовия. Я хотела бы, чтобы вы обязательно прочитали его поздравления, которые находятся на подарке. Сюда. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. У Светланы Милешиной четверо детей. Старшему сыну уже 20. Сейчас он проходит службу в армии. Вместе с мамой нашу съемочную группу встретили 15-летняя Агата, первоклассник Кирилл и малышка Злата. Ребята занимаются рисованием, танцами и хоккеем. И, как и все дети, любят сладости. Большое спасибо за подарок, за доброту, за заботу о наших детях. Подарки в этом году очень хорошие. Многие, кто получил подарки, очень довольны. Большое спасибо за внимание к многодетным семьям и к остальным семьям, которые в этом году получают подарки. Свои печенья, конфеты и пастилу от главы республики только в Ленинском районе Саранска получат 4620 ребят. Всего по Мордовии их намного больше. Этим правом могут воспользоваться, во-первых, малобеспеченные семьи и семьи из льготных категорий. Это многодетные семьи, дети-сироты, опекунские семьи. Это семьи, у кого оба родителя являются инвалидами первой и второй группы. Жители Ленинского района, которые принадлежат к какой-либо из перечисленных категорий, могут самостоятельно забрать положенные им подарки с 8.30 до 17.30 в комплексном центре социального обслуживания населения, расположенном по адресу Советская, 65. Марина Василевская, Владимир Надькин, Народные новости. Безопасность граждан. 14 декабря на пленарном заседании Государственной Думы России во втором чтении был принят законопроект, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации сразу после получения такого указания. Законопроект разработан при непосредственном участии депутата от Мордовии Василия Пискарева. Подробности далее. К принятию решения подтолкнули природные катаклизмы последних лет. Мордовию они также коснулись. В этом году в заповеднике имени Смедовича бушевал пожар, который уничтожил не один десяток гектаров леса. Этот факт был принят во внимание при разработке законопроекта. И об этом говорил Василий Пискарев во время многочисленных консультаций. МЧС работает долгое время и затушили пожары, и люди вернулись обратно в место своего проживания. Жилье осталось в нетронутом, к счастью, состоянии и проблем с сохранностью мышц в жилье. Потому что местные органы правопорядка обеспечивали безопасность и правопорядок на территории, которая прилегала к месту пожара. Все для того, чтобы функционировало, у нас предусмотрено, но нужно было сделать корректировки законностей, чтобы эта работа была еще больше эффективной. Законопроектом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации. Граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью. Мы предупреждаем только тогда, когда мы уверены. Просто так кричать, так сказать, пожар, пожар, мы будем опытом научены, мы не будем. Если мы же говорим, что пожар, то значит, это серьезно. Если нам нужно быстро это ликвидировать, это наша заслуга. И понятно, что в следующий раз не надо говорить, а нет, загорелось, потом уже за две минуты потушили. Иногда получается за две минуты, иногда получается за несколько дней, все зависит от стихии, насколько она сильна. И поэтому лучше слушать то, что говорят должностные лица, потому что они, когда это говорят, дают себе отчет в том, что делают. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Морозы в ноябре, затем температурные рекорды со знаком плюс. Погода в предзимье в Мордовии была переменчивой. Похолодание к нам уже пришло, а вот белым покрывалом земля укутываться не спешит. Когда ждать снегов и мороза, а также какие еще сюрпризы подготовила нам природа, расскажем далее. Для середины первого месяца зимы погода обилием снега нашу республику не радует. Метели и морозы поздней осени сменились потеплением. Из-за прихода теплых воздушных масс в конце ноября и начале декабря погода еще несколько дней будет неустойчивой и переменчивой. Те осадки, которые мы ждем в ближайшие сутки, вот уже сегодняшний день дали небольшое количество, то есть чуть-чуть прикрыли черную землю, то есть то, что мы ожидаем на завтра, то есть на 17-е, на 18-е число, то есть они пока, конечно же, придут осадки в виде мокрого снега, потому что положительные температуры, которые в этот период вновь к нам придут, то есть это значение плюс 2, минус 3, конечно же, они будут в виде мокрого снега. Из-за таких перепадов температур страдают не только метеозависимые люди, но и озимые культуры. Без снега для них опасен даже самый легкий морозец. Впрочем, такие скачки температур для начала декабря в наших широтах уже не редкость. Такая европейская зима наблюдается на протяжении последних десятилетий. Лишь когда среднесуточная температура опустится до минус 10, можно будет с уверенностью сказать, зима наконец-то пришла. Последние годы все-таки зимы стали намного теплее, то есть они стали мягче. Хотя не сказать, что они с большим количеством снега, то есть по высоте, и часто его оттепели приводят к тому, что он очень быстро начинает оседать. Сейчас, конечно, это больше походит на температуру все-таки ноября месяца, нежели декабря, потому что вот тот температурный режим и среднесуточные значения, которые сейчас отмечаются, они пока еще сохраняются выше нормы. 20-го минус 20. Вот такие красивые цифры готовит нам следующая неделя. В начале третьей декады декабря столбики термометров опустятся до минус 20. Тогда же начнутся и обильные снегопады. Так что расстраиваться не стоит. Вероятость, что Новый год будет по-настоящему волшебным, с угробами и морозами, есть. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости. Школьники из Мордовии в сотне лучших учеников страны. В Ульяновске завершился всероссийский этап конкурса «Ученик года-2021». Одиннадцатиклассники Евгения Вешкина из Розаевки и Дмитрий Милешин из Краснослободска вышли в финал. Своими впечатлениями ребята поделились с нашей съемочной группой. Радостная и счастливая Евгения Вешкина делится с одноклассниками впечатлениями и фотографиями с конкурса. Национальный наряд, а еще гибкие умы и ораторские способности выделили ее среди участников из 38 регионов страны. Еще в феврале Евгения стала призером республиканского этапа конкурса «Ученик года». А спустя 10 месяцев ей выпал шанс заявить о себе на всероссийском уровне. Когда уже начался всероссийский этап, первый этап был с подачи портфолио. И мы очень степетом ждали, когда же объявят имена финалистов. Когда я нашла себя в списках, это было просто феерично, потому что я совершенно не ожидала. Но узнав, что мне предстоит отправиться в Ульяновск, я очень сильно обрадовалась в первую очередь. На подготовку у Евгении было чуть больше недели. На конкурсе предстояло пройти пять испытаний. Школьница рассказала о себе и малой родине, решала различные кейсы и отстаивала свою точку зрения в дебатах. Задания в целом были не из простых. Особенно волнительно было участвовать в дебатах. Но после именно этот этап Евгения отметила как один из самых запоминающихся. Мне очень понравилось говорить на публику, рассказывать жюри, свою точку зрения, свое мнение. То есть для меня это было одновременно самое сложное испытание, но самое интересное. Финалистом конкурса стал еще один участник из Мордовии Дмитрий Милешин. Ученик 11 класса Краснослободского многопрофильного лицея. Дмитрий успешно совмещает учебу и участие в различных конкурсах. Их идет на золотую медаль, увлекается реставрацией советской фототехники и готовится к поступлению на юридический факультет. Дмитрий отметил, на конкурсе были довольно сильные соперники и победителем можно назвать каждого из них. Впечатления от конкурса были и есть очень приятные, потому что в Ульяновск прилетели дети из различных уголков нашей большой России. Все очень талантливые, настоящие и дружелюбные. По поводу конкурсных заданий могу сказать то, что они были довольно-таки сложными, но все ребята справились с поставленными задачами и в итоге получили какие-то эмоции. От маленького семечка до полноценного деревца. Вот уже 9 лет из поселка Преображенский Краснослободского района в поредевшие леса отправляются саженцы и семена хвойных и лиственных деревьев. Ведь главной задачей должно оставаться сохранение лесов Мордовии. Выращивает вечно зеленых лесных красавиц питомник Деска. Как живут и работают творцы зеленого богатства республики, расскажем в сюжете. Трудовой день этих работниц начинается рано утром. Их задача – сбор шишек, из которых потом извлекут семена. Процесс это не быстрый, но важный. От качества собранных шишек зависит качество и самих семян, и будущих саженцев. Многие работницы трудятся здесь не один год и свою работу знают на отлично. Их действия отработаны и слажены. За кажущейся легкостью годы труда. Как для меня было поначалу. Сейчас для меня это уже ничего сложного. Все уже в одном ритме, все уже как надо. Но самый у нас такой пик работы и более сложный – это весна. Весна, потому что это самый процесс, самый выкапывание питовника, то есть посадочного материала. Добыча семян и шишек – дело непростое. Чтобы они раскрылись, был построен в специальных сушильницах. Один такой барабан вмещает около 200 килограммов шишек. В течение суток они крутятся, сушатся и раскрываются, сбрасывая семена. Процесс подготовки семян очень трудоемкий и поэтапный. Чтобы получить 10 килограммов семечек, нужно обработать и высушить около тонны шишек. А для того, чтобы засеять питомник, предприятию необходимо до 4 центнеров семян. Поэтому сбором шишек занимаются не только работники предприятия, помогают и местные жители. Ежегодно мы заготавливаем и закупаем у населения в пределах 50-70 тонн хвойных шишек, которые мы перерабатываем в сушилке. Сушилку мы, так сказать, сделали здесь, в Краснодарском леснице. Она работала два года. В этом году мы провели ей капитальный ремонт, заменили все оборудование. В таких банках хранятся несколько десятков тысяч семян самых различных пород деревьев. Чтобы при высадке эти семена дали хорошие ростки, нужно соблюдать специфические условия хранения. Предприятие ДЭСКО специализируется не только на выращивании сосны, занимается и другими породами деревьев. В этом году готовили семена лиственницы, переработали. Вот сейчас 20 килограмм получили. Ну, ель мы и шишки закупаем в небольших количествах, и семена, если необходимо, закупаем. Дуб мы закупили около двух тонн. На площади в 26 гектаров подрастает около 6 миллионов саженцев. Этим маленьким соснам и елем два года. Всего через шесть месяцев их выкопают и посадят уже на новом месте. И в недалеком будущем эти маленькие хвойные деревья превратят пустынные территории в большие, красивые леса. Не только по всей Мордовии, но и по всему Поволжью. Ведь основная задача лесопитомника – это вырастить лес, сохранить и защитить его. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости. Краснослободский район. Расти интеллектуально, узнавать новое и расширять кругозор. В региональном центре мира созданы все условия для развития талантов детей Республики Мордовия. О новых направлениях дополнительного образования узнала наша съемочная группа. Вычитать и умножать учат в школе. У дополнительной образовательной программы задачи куда более серьезные. Она включает в себя занятия по олимпиадной математике, а также серию контрольных работ. Школьники седьмых-восьмых классов зачисляются после прохождения конкурса. Критерии опубликованы в описании программы на электронном ресурсе центра мира. Направление программ три. Наука, искусство и спорт. Если это наука, то в основном идет двухэтапный отбор. То есть заочное и очное испытания. При заочном испытании ребята проходят тест. А вот, например, по математике они прорешивают олимпиаду. А в очном этапе они уже приглашаются здесь. Но сейчас в современных условиях мы проводим только заочные испытания. И приглашаем по результатам этих испытаний ребят к нам. Что касается программы спортивной направленности, критерии иные. Отбор участников напрямую зависит от их достижений. Победители и призеры республиканских, всероссийских и международных юношеских спортивных соревнований по определенному виду спорта зачисляются вне конкурса. В декабре по направлению спорт было решено набрать группу по одному из видов спортивных единоборств – дзюдо. На татаме занимаются 18 детей с пятого по восьмой классы. Мы поинтересовались у спортсменов, какого результата от дополнительных занятий они ожидают. Занятия мне нравятся, в принципе, потому что я этим занимаюсь. Получить я хотел, наверное, добиться мастер спорта. Узнать больше всего и хорошо отрабатывать приемы и что-то уметь новое. Юные дзюдоисты занимаются не только практическими тренировками, но и познают азы спортивной этики. Учатся организованности, воспитывают в себе дисциплину. Помогает им в этом опытный тренер. Группа хорошая. В этой группе как раз призеры и чемпионы прошедшего совсем недавно переноса республики Мордовия. Они отобрались для того, чтобы представлять нашу республику на переносе Приворска федерального округа. Самое главное, что нам предоставили здесь зал теплый, уютный, питание. Здесь они поближе знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, приобретают новые навыки в борьбе, оттачиваем новые приемы. Программы по трем направлениям развиваются и регулярно сменяют одна другую. Так в феврале у детей будет возможность потянуть свои знания и навыки в биотехнологии и художественном искусстве. Занятия в центре абсолютно бесплатные. В Республиканском центре поддержки экспорта подвели итоги акселерационной программы «Экспортный форсаж», а также отметили лауреатов конкурса «Экспортер года». О том, как мордовские компании работают на зарубежных рынках, расскажут Ирина Семенова и Сергей Соколов. Выход на экспорт – важный этап в работе субъектов малого и среднего бизнеса. И в Мордовии есть отличные примеры партнерства с зарубежными странами. Наиболее успешные в этой сфере компании стали лауреатами республиканского конкурса «Экспортер года». Итоги года 2020-го подвели в 2021-м. Результаты стали известны еще в марте, но церемонию награждения перенесли из-за ковидных ограничений. При подведении итогов конкурса принималось во внимание не только объем экспорта и экспортная выручка, но и насколько глубоко наши экспортеры участвуют в экспортной жизни республики. То есть ездят с выездными мероприятиями, представляют свою продукцию на внешних рынках. Тройки лидеров выявили в четырех номинациях. «Экспортер года» в сфере промышленности, «Трейдер года», «Прорыв года» и «Экспортер» в сфере агропромышленного комплекса. Суть конкурса – найти и поддержать предприятия, которые хотят развиваться и имеют для этого потенциал. Помогает в этом и Министерство промышленности, науки и новых технологий. Новый тренд ведомства – открытость и адресный подход. Уже в ближайшее время мы подведем итоги текущего года, а к слову сказать, в этом году практически в два раза увеличили количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые начали работать на международном рынке. Мы видим, что это не предел. Наша задача – выходить на новые рынки, привлекать новые компании. Всех активно, конечно, приглашаем. Наши двери открыты, готовы помочь всем и каждому. Компании-победители получили сертификаты на покупку авиабилетов и оплату трехсуточного проживания в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта Мордовии. Лидерам в каждой номинации достались также сертификаты на участие в международном, выставочно-ярмарочном или конгрессном мероприятии на территории России или за ее пределами с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора. Тем временем другие компании только начинают делать свои первые шаги в освоении зарубежных рынков. Чтобы облегчить процесс, школа экспорта Российского экспортного центра разработала специальную акселерационную программу. С сентября 10 предприятий-участников из Мордовии прошли несколько образовательных модулей. Заключительный был посвящен деловой коммуникации. Основная задача была познакомить коллег, компаний, участников с кросс-культурной коммуникацией, какие есть особенности ведения бизнеса в определенных других странах, потому что мы всегда должны быть готовы к культурным особенностям, аспектам. Конечно же мы знакомились с очным и дистанционным форматом взаимодействия, учились писать деловые письма, учились работать на выставках и вести переговорный процесс. Конечно же работали с возражениями наших потенциальных клиентов и использовали определенные тактики ведения переговоров для того, чтобы достичь максимального эффекта от переговорного процесса. В течение всей программы трекер-наставники помогали компаниям применить полученные знания на практике, и это дало свои плоды. Несколько предприятий смогли заключить свои первые зарубежные контракты. В день завершения экспортного форсажа одна из компаний, которая занимается производством автомобильных газовых баллонов, уже отгрузила первую партию в рамках четырехмиллионного контракта с импортером из Казахстана. Мы получили ключевые навыки, связанные с экспортной логистикой, работой с таможенными органами, знания о финансовых инструментах, которые позволяют начать экспортировать компании даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Но более того, что мы не просто получили эти навыки, мы смогли применить их на практике. Самые успешные участники программы получили сертификаты на 100 тысяч рублей на развитие экспортной деятельности и другие памятные призы. Ирина Семенова, Сергей Соколов, Народные новости. 15 декабря в Доме Союза в Саранске вручали награды лучшим лидерам и активистам первичек. Их задача – обеспечить соблюдение прав своих коллег, организация досуга и поддержка в трудных ситуациях. Подробнее в материале Валерии Новикова и Станислава Семина. Активисты, ветераны, а также победители ежегодного смотра конкурса «Лучший лидер первичной организации». Повод для встречи – приятное вручение заслуженных наград. Победители переполняют чувства, в том числе и чувства благодарности коллегам и друзьям. Все эти достижения не были бы мною, как председателем, достигнуты без моего, как говорится, профактива, который всегда со мной. Это мое плечо, моя основа. Спасибо вам огромное, что они вместе со мной все эти годы. 20 профактивистов получили юбилейные медали 30 лет Федерации независимых профсоюзов России за вклад в развитие профсоюзного движения. Среди них – председатели и работники республиканских отраслевых организаций профсоюзов, районных объединений, а также лидеры и члены первичек. Высшей наградой удостоилась Наталья Андрюшечкина, председатель первичной профсоюзной организации МГУ имени Огарева. Ей вручили нагрудный знак за заслуги перед профдвижением России. За годы работы она успела понять, как правильно выстраивать свою деятельность и какими качествами должен обладать настоящий профсоюзный лидер. Профсоюзный лидер, он должен быть очень близок к тем проблемам, с которыми сталкиваются те люди, которым доверили ему эту должность. И, соответственно, он должен отвечать на те актуальные проблемы, с которыми сталкиваются в разное время студенты, ну, в моем случае студенты. И сейчас, решая одну проблему, да, то есть вот появляются другие, и очень важно вести диалог со студентами для того, чтобы их своевременно узнавать и на них своевременно реагировать и помогать им их решить. Также 18 наград вручили победителям смотра конкурса лучший лидер первичной профсоюзной организации. Валерия Новикова, Станислав Семен, Народные новости. Новости. Перевернули знамя, подлинное боевое знамя первого запасного авиационного полка. В грамоте к этому знамени, подписанному коленем Горкиным, написана дата 1932 года. Это военно-настоящие знамя. Оно до сих пор хранилось в Музее вооруженных сил в Москве. Сейчас, по решениям министра обороны, это знамя передано на вечное хранение в наш музей. Это знамя поистине уникальная реликвия, которая стала украшением выставки «Кузница летчиков морской авиации». В Мордовию оно прибыло всего несколько дней назад и уже доступно для посетителей. Вся выставка в целом рассказывает о жизни и подвигах мордовских летчиков, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. В частности, о первом запасном авиационном полке ВВС ВМФ. В июле 41-го года, а именно 11 июля, сюда в Республику Мордовскую ССР были перебазированы первая запасная эскадрилья и второй чернорезервный авиационный полк ВВС ВМФ. 20 июля приказом командующего флотом они были преобразованы в первый запасной авиационный полк ВВС ВМФ, который стал готовить летчиков морской авиации. Кроме знамени, на выставке представлены информационные стенды, где изображены фотографии, документы и много разных данных о подвигах наших земляков-летчиков. Также можно увидеть обломок лопасти винта с частью редуктора двигателя-истребителя Як-1. Экспозиция будет работать до конца года. Анастасия Целигина, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.